Повышение пенсии, отказ от техосмотров, новые налоги для миллионеров. Январь 2022-го оказался богат на новые законы. Итак, с какими же ключевыми изменениями в законодательстве столкнутся многие россияне? Собирайте чеки. Государство вернет часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги в 2022 году. Расходы на спорт отныне становятся частью социального налогового вычета. Также вступает в силу закон об обращенном порядке получения инвестиционного и имущественных вычетов по НДФЛ. Декларацию для этого подавать не нужно. Список доходов, которых не коснутся взыскания в ходе исполнительного производства, пополняется единовременными социальными выплатами, пособиями беременным женщинам и выплатами по соцконтракту. Запрещается использовать слово «вино» и его производных на этикетке в наименовании алкогольных напитков, полученных не из винограда. Отныне такая продукция относится к фальсификату. Страховые выплаты будут перечисляться из ФСС на банковский счет получателя или же через Почту России. Это позволит россиянам получать свои пособия без задержек, независимо от финансового положения работодателей. Устанавливать будут только интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Такие счетчики сами передадут показания в оправляющую или ресурсоснабжающую компанию. Не нужно бежать за приборами в магазин. В многоквартирных домах их должны установить поставщики электричества, а в частных домах и на промышленных предприятиях – сетевые организации. В 2022 году физические лица, имеющие на счетах в банке совокупно более 1 миллиона рублей, начнут платить с полученного дохода налог – 13%. Россияне, чьи доходы в 2021 году превысили 5 миллионов рублей, заплатят 15% с дохода. Вырученные средства власти планируют тратить на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями. Первые уведомления миллионерам придут осенью вместе с налогом на транспорт и недвижимость. С 2022 года для получения водительских прав придется сдавать анализы на алкоголизм и наркоманию. Зато с нового года не нужно проходить техосмотр легковых автомобилей или мотоциклов, если этот транспорт используется в личных целях. Ужесточено наказание для водителей, которые неоднократно привлекались к ответственности за нарушение ПДД и лишались водительских прав. Если они снова превысят скорость или выйдут на встречку, им грозит уголовная ответственность вплоть до трех лет лишения свободы. Мария Яновская, телерадиокомпания «Сигма» для НОР-24.